Любой, кто слышал о теории Большого Взрыва, непременно задавался вопросом, а что, собственно, тогда взорвалось, и самое интересное, куда все взорвалось. Обычно самые продвинутые в теме отвечают, что взрыв был во всех местах одновременно, и он не был похож на обычный, что у него не было общего центра. Такие ответы только больше запутывают, чем что-то объясняют. А правда, куда проще, взрыва вообще не было. Теория Большого Взрыва – довольно неудачное название, и связано это, во-первых, с неправильным переводом, а во-вторых, с иронией судьбы. Название придумал ученый Фред Холл, который считал теорию ошибочной, и в эфире ночно-популярной программы по радио в шутку обозвал ее теория «Большой бабах», «Биг Бэнг» по-английски. Фраза быстро ушла в народ, и именно так начали называть теорию, изучающую рождение и развитие Вселенной. Почему все повально начали переводить ее как «взрыв»? Сие есть загадка почище рождения Вселенной. С помощью циркуля человек способен легко нарисовать на листе бумаги окружность с заданным радиусом. Хоть метр, хоть миллиметр – был бы инструмент хороший. Но что вы скажете, если вас попросят нарисовать окружность с радиусом 0? Как она будет выглядеть? Правильный ответ – в виде точки. Конечно, такая точка не заменит собой сам круг, она лишь будет показывать место, где вы разместили окружность с нулевым радиусом. Приблизительно 13,8 миллиарда лет назад вся наша Вселенная представляла собой подобие такой точки, не имеющей размеров. Скорее, это было место, в котором вот-вот начнет существовать Вселенная. Нет гравитации, нет понятия скорость света, да и самого света не было. То есть точка не была светлым пятном, какой вы ее себе только что вообразили. Затем, по причинам, которые нам неизвестны, точка стала реальным объектом. Появились пространство и время, стало возможным сказать, здесь и сейчас появилась точка отсчета, момент ноль. Начали существовать законы, по которым будет жить наш мир, гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействие. Правда, существовали они не по отдельности, а представляли собой единую суперсилу. На Вселенских часах прошло 42 нуля после запятой. Теория Большого взрыва и вообще все теории подобного рода описывают процессы, которые происходили после истечения этого времени. Они не могут проникнуть в более раннее время и не могут нам сказать, что именно представляла собой начальная точка, как долго она существовала и что было до нее. Почему? Дело в том, что открытые нами физические законы там просто не работают. Для этого нужна новая физика, которая смогла бы объединить все фундаментальные силы в одну стройную теорию. Пока что получилось связать вместе электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействие, последние два ответственны за процессы, протекающие внутри звезд. Но гравитация все еще остается крепким орешком. После создания Вселенная начала расширяться, за такие маленькие секунды она из точки превратилась в область размером со среднее яблоко. Однако Вселенная все еще пуста, холодна и темна, так как в ней нет материи. Она появится чуть позже, разогревая все мироздание до огромных температур. Как вы понимаете, взрывом здесь и не пахнет, так как его никогда и не было. Было только расширение Вселенной и ее разогрев после появления материи. Впрочем, с материей тоже много вопросов. Гадать можно бесконечно и непрерывно, а интерес становится все больше. Не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok